Актуальное интервью. Горячие темы, разные мнения, конструктивные споры. Приглашаем слушателей к дискуссии. Задавайте свои вопросы в специальной форме во Вконтакте и Фейсбук. Телефон прямого эфира 952-444. Добрый день. У микрофона Мария Постникова. И сегодня у нас в программе «Актуальное интервью» мы встречаем Инну Попок, врача-педиатра Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. Инна Степановна, добрый день. Добрый день. Тема, которую сегодня будем обсуждать. Вы знаете, я лично давно про этот термин забыла. Мне кажется, с нашим стремительным ритмом жизни гиподинамия. Ну вот никто не подвержен вот этому диагнозу, условно говоря. Но, как выясняется, что такой синдром, такая болезнь, она всё ещё имеет место быть. Абсолютно верно. Такой синдром имеет место быть. Это не диагноз, это именно синдром. Что такое гиподинамия? Да, это малоподвижный образ жизни, в результате которого происходит нарушение функции организма, особенно опорно-двигательного аппарата. Мышечной системы, что в итоге приводит к нарушению активности и силы именно мышечной системы. Это, конечно, патологическое состояние, на которое необходимо обращать внимание и которое надо лечить. Сегодня будем говорить про гиподинамию у детей. В каком возрасте может она начать проявляться и внешне как это выглядит? Гиподинамия у детей может проявляться уже в раннем возрасте. Причём, я, наверное, сразу скажу, может быть, о причинах гиподинамии. Они могут быть внутриутробными, наследственными. А внутриутробные причины гиподинамии – это какие-то минимальные мозговые дисфункции. У детей это, возможно, родовая травма у мамы или какая-то патология в родах. Это тоже может приводить к гиподинамии. Одна из причин. Вторая причина наследственной. Ещё причины могут быть – это, скажем так, в семье, когда родители не уделяют особого внимания спорту, физкультуре и не уделяют особого внимания на здоровый образ жизни, который так актуален на сегодняшний день. Инна Степановна, вот Вы сейчас назвали первые три причины, да, вот то, что связано, вот травмы послеродовые в самом раннем возрасте. Можно вот какими-то манипуляциями, какими-то физическими упражнениями, массажами всё это предотвратить, чтобы в дальнейшем гиподинамия не развивалась у ребёнка? Ну, для того, чтобы это предотвратить, надо, наверное, родителям обратить внимание на своего ребёнка и всё-таки сделать вывод, что ребёнок не такой активный и малоподвижный, не такой, как другие дети. Потому что нормальные, скажем там, дети, которые не гиподинамичны, они обычно много двигаются, рано начинают ползать. Это активные дети, которые как бы создают проблемы взрослым, то есть они не дают спокойно им сидеть, да. А ребёнок, который гиподинамичный, он будет спокойненько лежать, у него не такой громкий крик, он так попискивает немножко, мало двигается. Дети до года, например, в определённом возрасте начинают переворачиваться, допустим, со спинки там на животик, животик на спинку. Этот ребёнок будет отставать в физическом развитии. Это вялый такой ребёнок, и родители должны это увидеть и заподозрить уже, скажем так, с пелёнок. Если они это увидели, то, конечно же, обязательно должны об этом сказать неврологу, который осматривает ребёнка по нашим правилам, по нашим положениям, приказам Министерства здравоохранения в год и в месяц. В месяц и в год осматривает невролог, он тоже должен обратить внимание на такого ребёнка, то есть это уже с раннего возраста видно. Ну, сразу у меня вопрос. Если опасения докторов подтвердились, что прописывается вот в таком юном возрасте, маленьком возрасте ребёнку? Но прописывается что? Прописывается, конечно же, массажи какие-то, которые делаются, скажем так, массаж всего тела. Массаж. Потом ребёнка надо привлекать к каким-то подвижным играм, покупать соответствующие игрушки. Когда он подрастает, его надо сразу же привлекать к подвижному образу жизни, прогулки на улице, приобщение в дальнейшем, когда он растёт, к различным видам спорта, развивающие игры, которые способны развивать умственное мышление ребёнка. И если это трибы... Кстати, такие дети начинают позже говорить и говорят мало. У них может быть та же проблема, такая проблема, как дезартрия. И обращаться, конечно же, необходимо к психологу раньше, чем, скажем так, родители обращают на это внимание в школьном возрасте. К психологу обратиться нужно и к неврологу заняться, вернее, на занятия с логопедом походить с таким ребёнком и вот таким образом проводить все эти мероприятия. А бывает такое, что всё хорошо, ребёнок родился, никаких патологий не было, никаких травм родовых, то есть ничего не предвещало беды. Но, например, в 4-5 лет у ребёнка начинает проявляться гиподинамия. Что вот в этом случае является такими провоцирующими факторами? Ага, если в возрасте 4-5 лет наши дети, к сожалению, уже с пелёнок приучены к мобильным телефонам. И в таком возрасте, в 5 лет, ребёнок может уже, скажем так, привыкнуть к телефону. Может, ему может больше нравится посидеть с телефоном, нежели где-то пойти на улицу погулять. Или же посидеть, посмотреть какой-то мультик возле телевизора. Конечно же, таких детей будет больше тянуть, посидеть, им не захочется на улицу. Но какая улица, если по телевизору интересный мультик? В этом, конечно же, родители виноваты сами. Некоторые для того, чтобы ребёнок не доставлял хлопот, усаживают возле телевизора, возле мультиков, занимаются своими делами. Хорошо, ребёнок тихонько сидит, но за этим потом кроются последствия гиподинамии. Как сказывается вот этот синдром на состоянии здоровья малыша, ребёнка постарше? Этот синдром действительно сказывается на состоянии здоровья малыша, поскольку малоподвижный образ жизни, естественно, плохо развивается костно-мышечная система. Также этот ребёнок плохо развивается в умственном развитии, потому что, как мы знаем, всё-таки физическая активность стимулирует умственное развитие. И такой ребёнок может набирать лишний вес, может быть ожирение. Затем, учитывая то, что мышцы всё-таки слабо развиваются, а мышцы, мышечная масса у нас находится не только во всём теле, в конечностях, но у нас из мышц состоят многие, почти все органы и системы. Естественно, это скажется на работе сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, это скажется на работе опорно-двигательного аппарата, впоследствии могут возникать такие заболевания, как сколиозы, мышечная гипотрофия и так далее. Это очень существенно может сказаться на здоровье ребёнка. А, сердце, дыхательная система. Да, сердечно-сосудистая дыхательная система, конечно же сосудистая система в плане того, что стенки сосудов становятся малоэластичными, когда человек подрастает, это риск развития атеросклероза у взрослого человека, сахарного диабета, ну и другие заболевания, инфаркт миокарда, атеросклероз и так далее. В вашей практике педиатрической вот такие маленькие пациенты были вот с таким синдромом? Честно говоря, конечно же были, но я хочу сказать откровенно, что как врачи мы внимания на это особо не обращаем, потому что мамы приходят больше с жалобами на состояние здоровья ребёнка. Кто-то плохо кушает, кто-то, например, не так себя ведёт, много плачет, но ни одна мама ещё не пожаловалась, что мой ребёнок мало двигается, мой ребёнок вялый и всё на этом. То есть плюс присутствуют какие-то другие жалобы, но после сегодняшнего эфира я буду как врач-педиатр обращать внимание на это состояние и буду об этом говорить, и мы будем что-то с этим делать, это точно. Замечательно, ну я думаю, что те, кто нас сейчас слушают, маму, у кого малыши, они тоже начнут внимательнее присматривать, смотреть за своими детьми. Ну вот смотрите, не каждый мама, папа утром встают и начинают свой день с утренней зарядки. Понятно, что в детском саду это всё есть, но как вот вы рекомендуете, как вот правильно вот этот баланс, да, активность и неактивность? Сколько времени нужно ребёнку в движении проводить? Ну, во-первых, ребёнок сам знает, сколько ему проводить времени в движении, потому что если ребёнок устал, то он устал. Это мы, взрослые, можем что-то через силу сделать, потому что ей слово «надо». А ребёнок, если устал, то он ляжет и захочет отдохнуть, его ничего не заставишь делать. Поэтому, конечно же, надо знать здесь, скажем так, дозировку вот этих двигательных каких-то нагрузок. То есть ребёнка, конечно же, некоторые родители уже с пелёнок отдают в бассейн, уже с трёх месяцев берут детей в бассейн и они начинают плавать. Конечно, когда ребёнок устает, мы это видим, да, что он устал плавать. Когда он подрастает, он тоже занимается каким-то видом спорта, к примеру, родители куда-то его отдали. И если у ребёнка уже возникает усталость, то, наверное, когда он приходит домой со школы, уставший, после многочисленных секций, многочисленных занятий, наверное, надо обратить родителям внимание на это и что-то временно убрать для того, чтобы ребёнок отдохнул. То есть здесь тоже, да, вот этого перебора быть не должно? Перебора быть не должно, потому что переутомление – это тоже патологическое состояние, которое тоже может приводить к каким-то последствиям нехорошим. Когда детские прогулки, да, ну тоже мы часто наблюдаем, вот мамочка вышла с ребёнком, она сидит на лавочке, он что-то там в песочнице, что-то там делает. Нужно тоже его пытаться растормошить, чтобы он побегал, попрыгал. Конечно, если ребёнок, знаете что, ребёнок долго не будет сидеть в песочнице. Да, он тоже знает, сколько посидеть, сколько побегать, хотя есть такие дети, если вот, как мы говорили, с пелёнок они уже видны, вот эти малоподвижные дети. Да, есть такие, сел в песочнице, мама себе с мобильником успешно сидит рядышком, сидит ребёнок, пусть и сидит полчаса, 40 минут, час, пусть сидит. Конечно же, я с вами согласна, такого ребёнка надо немножко развечь и побегать, всё зависит от родителей, побегать где-то, пошевелиться с ним, проявить какой-то интерес к его играм, войти в его детский внутренний мир. Да, я согласна с вами, именно так и надо делать с родителем, обращать внимание на то, долго ли ребёнок сидит, или он где-то побегал, надо всё, чтобы было в меру. Сегодня с вами в программе «Актуальное интервью» Инна Попок, врач-педиатр Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. Актуальное интервью. Горячие темы, разные мнения, конструктивные споры. Приглашаем слушателей к дискуссии. Задавайте свои вопросы в специальной форме во Вконтакте и в Фейсбук. Телефон прямого эфира 952-444. Гиподинамию у детей сегодня обсуждаем с врачом-педиатром Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Инной Попок. Инна Степановна, сейчас у нас с вами за кадром интересный поворот. Все-таки даже взрослые бывают, не могут себя заставить встать с постели, пойти погулять, активно чем-то заняться. Что уж про детей говорить. Да, абсолютно верно. Я вот даже говорю на своем примере. Когда я люблю где-то походить, погулять, подвигаться. Мой супруг этого особо не любит. Вот ему лучше дома побыть. Так же касается и детей. Такие же и дети. Есть, скажем так, такой психотип или тип нервной системы. Одним хочется побыть дома, одни домоседы, другие не могут усидеть дома. Дети, одни, например, любят посидеть у компьютера. Ну, многие дети, сейчас практически все любят посидеть у компьютера. Но все-таки этим детям кто-то должен объяснять, что сидеть у компьютера долго нельзя. Да, понятно. Надо выполнять домашнее задание. Надо делать какие-то работы. Но, как говорится, вот всему этому должно быть отведено определенное время. И через определенный промежуток времени ребенок должен отдыхать. Если он вынужден даже длительно сидеть у компьютера. Допустим, полчаса, час побыл у компьютера. Пошел, сделал какие-то упражнения. Пошел, прогулялся по свежему воздуху. То есть подросток или школьник должен это понимать. Если он это не понимает, то ему это должны объяснять. Для этого мы выходим в школы, читаем лекции. Для этого во многих школах, наверное, у детей младших классов проводятся какие-то подвижные разминания пальчиков. Там какие-то подвижные упражнения проводятся. Хотя дети по своему складу, они и так подвижные. То есть в школе мы постоянно видим, кто-то носится, а кто-то ходит спокойно. Конечно, все зависит от психотипа. Но все-таки, когда ребенок вынужден долго сидеть за учебой, то ему надо объяснять, что перерывы обязательно надо делать. И надо подвигаться. Потому что двигательная активность стимулирует умственную активность. И после этого лучше учиться. Инна Степановна, если ребенок по своему психологическому складу, мы говорили с вами интроверты, экстраверты, вот он такой замкнутый, он не очень любит общаться, ему лучше посидеть где-то отдельно. Это уже 100% что он подвержен, что его не обойдет этот синдром гиподинамический? Ну, сказать, что 100% наверное не скажешь, потому что неизвестно, какие люди, наверное, встретятся на пути у этого человека. Может быть, он, когда подрастет, он встретит, допустим, или он, или она встретит свою половину, которая будет активно заниматься спортом, или он, или она вовлечет его в этот вид спорта, что не сделает для любимого человека. То есть все зависит от окружения. Конечно, если этот человек совсем уж замкнут в себе, но тут уже надо, наверное, проводить какую-то грань, может быть, с патологией нервной системы, или с какой-то, может быть, патологией другой, скажем так, если родители этого подростка это заметили, то, может быть, надо к психологу обратиться для того, чтобы как-то своего ребёнка заставить, как-то простимулировать всё-таки подвигаться. Потому что, знаете, что древние китайцы в своё время говорили, что дверь, которая часто открывается, у этой двери никогда, как они называются, вот эти, на которых она движется, засовывая, шарнирчики, никогда не заржавеют, а человек, который много двигается, никогда не заболеет. Поэтому, да, поэтому, наверное, всё-таки надо таким людям, а в их окружении всегда найдутся люди, которые обратят внимание на то и скажут этому подростку, допустим, ребёнку, ты много сидишь, давай подвигаемся, давай займёмся спортом. На это надо всегда обращать внимание людям, которые живут вместе с этим человеком. Если родители вовремя в детстве не заметили у ребёнка признаки гиподинамии в подростковом возрасте, то есть уже всё это будет усиливаться к взрослому периоду? Но, к сожалению, думаю, что да. Да, если человек сам не осознает, что в нём происходят какие-то перемены не к лучшему, потому что человек, который мало двигается, он ощущает в себе, скажем так, состояние заторможенности, ухудшение мыслительных процессов. И если сам человек не поймёт, что всё-таки надо как-то изменить свой образ жизни, то это, конечно, будет усугубляться, как я уже говорила, это приведёт к лишнему весу, к ожирению и с вытекающими из этого диагноза последствиями. К сожалению, некоторые люди так и оставляют это в своей взрослой жизни. Их устраивает, наверное, больше вот такой образ жизни. Они не хотят ничего делать, но это уже проблема внутренняя, психологическая. Здесь уже, наверное, всё зависит от самого человека. И взрослого человека уже никто не заставит сделать какое-то лишнее движение, если он сам этого не захочет. Ну и, соответственно, всё это будет уже чревато заболеваниями серьёзными. Ну, конечно, да, это уже риск развития, как я уже говорила, болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, легочной системы, костно-суставной системы, обмена веществ. И психологические такие люди неразговорчивые, неактивные. То есть вот у них нету настроения, они, скорее всего, неправильно питаются. Это очень большой замкнутый круг. Ну, если говорить о профилактических мерах, то есть вот сейчас по полочкам всё распишем, по пунктам, как не допустить гиподинамию у детей? Во-первых, её надо своевременно заметить. Я уже это усвоила, исходя из нашего разговора. Как врач-педиатр я на это буду обращать внимание. Для того, чтобы не допустить гиподинамии, надо с маленького возраста смотреть, какой у вас ребёнок. Как я уже говорила, повторяться не буду. Надо такого ребёнка как можно раньше приобщать к спорту, приобщать к движению. Причём надо какие-то семейные отдыхи и праздники устраивать на природе. Необходимо, конечно же, гулять по улице часто с этим ребёнком, войти в его мир, в его интересы, поговорить на его языке, чего бы он хотел, поиграть с ним так же, как он хочет. Когда подрастёт, станет побольше, конечно же, как-то спросить, в какую бы он хотел ходить секцию спортивную. Таких детей надо отдавать в спортивные секции, чтобы они занимались спортом. А более взрослый человек, когда он будет приучен к этому образу жизни, конечно же, он пойдёт в фитнес-клуб, он пойдёт в спортивный зал, он будет понимать, что это ему надо, он без этого, наверное, просто не сможет обойтись. Ну и как вы уже сказали, да, с самого раннего возраста, да, уже в возрасте трёх месяцев, ребёнка можно смело отдавать в бассейн. Да, так делают многие родители, и это очень приветствуется. Почему бы и нет, и детям это нравится. Дети учатся плавать, плюс ко всему, вот плавание, и они потом, допустим, начинают заниматься плаванием. Кто-то продолжает, кто-то ещё добавляет какие-то виды спорта, или, допустим, не обязательно это какой-то вид спорта, ведь дети и подростки могут ходить в какие-то танцевальные студии. И много сейчас разнообразных кружков, видов спорта и танцев и так далее. Поэтому в наше время есть, где развернуться и родителям, и детям. Нас впереди ждут долгожданные, но затяжные зимние 10-дневные каникулы. Как вы рекомендуете их провести? Я рекомендую, конечно же, их провести на свежем воздухе, конечно же, побольше двигаться, побольше дышать кислородом, побольше заниматься активным образом жизни, не надо сидеть у компьютеров, у телевизоров. После хорошего отдыха необходимо побольше проводить времени на воздухе и, конечно же, вести здоровый образ жизни, подвижный образ жизни. Большое спасибо. Сегодня с вами в программе актуальное интервью. Инна Попок, врач-педиатр Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Инна Степановна, вам огромное спасибо. Было очень интересно, очень познавательно. Ну и взрослым особенно есть повод задуматься, а правильно ли, насколько подвижный образ жизни они ведут. Абсолютно с вами согласна. Спасибо вам за эту тему. Я всем желаю хорошего здоровья. Спасибо. Актуальное интервью. Горячие темы, разные мнения, конструктивные споры. Приглашаем слушателей к дискуссии. Задавайте свои вопросы в специальной форме во Вконтакте и Фейсбук. Телефон прямого эфира 952-444. Телефон прямого эфира. Телефон прямого эфира. Продолжение следует...